так ну мы вот уже приехали на рынок подземный две остановки метро от гуанжовской башни я думал нужно на улицу выходить куда-то идти тут сразу выходишь и рынок начинается вот такой рынок идет сразу тянется сразу на входе автоматы такие здесь всякая штука с едой с напитками такое мороженое продают кубиками на разрез булочки какие-то ювелирные изделия магазин с вкусняшками какой-то конфетки на развес конфеты такие напомнили мне как раньше продавали такие с чили маме или чем они были с детства эти какие-то с зайцем это какая апельсина что-то не похоже игрушки всякие нас я не шоколадные конфеты какие-то на и модем с похожи мера подожди ты попозже игрушечку лучше купи какой-нибудь магазин минесо куда же без него в каждом районе минесо чехлы на телефоны конечно же на в основном на айфоны тут риттер спорт даже по 10 юаней прикольно я переспросил на всякий случай правильно ли мы идем нам сказали что правильно что это и есть подземный рынок мы еще до него не дошли но до основного часть там даже трамвай будет какой-то который здесь подземки ездить суши суши роллы здесь получается суши поштучно по 2 юаня по одному прикольно идем дальше если видите фэшн надпись китая значит это голимая подделка меня всегда удивляло почему они именно пишут фэшн здесь такой прикольный телек с телефоном все под ретро еще один магазин ювелирки но больше такой похоже на ручную работу изделия ручной работы из железа там какие-то головные уборы еще что удобно вот получается с метро вышли идете просто можно весь день тут ходить куча магазинчиков цены дешевле чем в обычных магазинах вон труселя по 49 юани классное место в Мэйтхуане 5 звезд в китайском путеводителе здесь мясо всякое шашлычки кальмарчик похож на острый креветочки здесь есть 5 юаней за штуку бусы продают или что это типа браслетов делать китайцы стоят как сумасшедшие как будто золото нашли разгребают все это что-то там выбирают все одинаково здесь сидят как в зале ожидания люди в каждом проходе уставшие уже находившиеся еще один старый селик еще один магазин сладости полтора юаня штука вот такое мясо острое такие конфеты продают какие-то непонятные в общем все до кучи цены недорогие вот такие соки в стиле аниме стали попробовать такой чай но он вкусный не помню уже как называется такой чай красный который но он прям классный он такой кисленький и 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 воздухом после метро. Тут сразу ролик с магазин. Такой район можно считать центр. Дождик небольшой капает. Сейчас дальше пойдем по рынку гулять. Вообще вот получается основной вход и был, который на картинке путеводители. Сейчас мы спускаемся и идем налево по рыночку. Тот был такой самый вход. Сейчас, наверное, самое интересное начнется. Дуриан. Магазин. Наш любимый фрукт, который воняет за три метра. Реклама стоматологии какой-то. Игрушки в стиле Майнкрафт по 80 юаней. Такие маленькие, подешевле, по 10. Какой ты хочешь? Можно, бери. Мира попала в кино. Ну, на ТВ, точнее. Мира попала на ТВ. Спрашивает ребенок, говорит ли на китайском. Она отвечает на вопросы. Мира выиграла приз. У нее взяли интервью. Довольная теперь. Здесь такие автоматики с яйцами, с вот этими. С игрушками. Анимешными. Вот еще один магазинчик какой-то. Все от бинта до ваты. Все до кучи. Мира. И порошок стиральный здесь, и конфеты, и вообще все в куче. Всякая мелочевка, всякие закуски. По 5 юаней. Да, цены на этом рыночке пониже, чем в магазинах. В магазинах, конечно, таких цен нет. Некоторые вещи я не вижу разницы в цене. Как, например, вот эти хлопья. Примерно столько они стоят в магазине. Некоторые вещи очень дешевые. Вот гель для душа, адидасовский. 13 юаней. Вообще, ценник, я не знаю, в 3 раза ниже, чем в магазине. Я уже давно таких цен не видел. Вот трусы по 10 юаней, по 5, по 15. Вообще просто. Все на халяву. Опять автоматы идут. Массажные кресла. Что-то трамвая пока не вижу. Что-то трамвай должен быть. Прямо в торговом центре в этом. Нам получается только третий охранник сказал, что мы никуда идем. Ни в ту сторону. Очередное доказательство тому, что у охранников лучше вообще ничего не спрашивать. Он нам показал, сейчас объяснил, куда идти, где этот трамвай, где весь рынок этот. Это все еще был какой-то... Ну, я вижу, что еще не начинается толком ничего. Это вход. Сейчас вот идем уже на место. Зато Миру поснимали. Возможно, пригласят на ТВ на китайском. Там анкету дали заполнить. Что интересно, не зря съездили. Да, Мира? Вот, надеюсь, это уже правильный вход на этот раз. Народу столько, видимо, правильно идем. Да, это уже похоже на то, что надо. Видно уже движуху здесь. Здесь уже и магазинчики побольше. Там указатель, там где-то этот поезд в подземке. Там идут кафешки, магазинчики. Пойдем, где поезд. Начинается с труселей. Лифчики, два лифчика 99 юаней. Магазин одежды, платье по 79 юаней. Недорого. Вот типа корейская обувь. Не знаю, какие здесь цены. Сейчас посмотрим. По 119, по 100 юаней. Обувь. Недорого. Тоже. Здесь фишка, что в корейской стилистике все с роглифами. Здесь все идет. Вот женская одежда сплошная. В принципе, все плюс-минус одинаковое. Платье. Плюс-минус за 100 юаней. Да, цены хорошие здесь. Ну и одежда нормально выглядит. Не как какой-то ширпотреб. Здесь магазин бижутерии какой-то. Непонятно, либо это ювелирка. Дочь, ты тут сильно не трогай. Надо спросить сначала. 925 юаня цена, наверное. Вот оказалась бижутерия. 59 юаней. Купили вот такой кулон. Дочери. Здесь такой компьютерный зал сделали. На приставках. Помню, в детстве ходили тоже в такой... что-то подобное. Еще на первом PlayStation играли. В Китае до сих пор такие места есть. Такой потолок здесь прикольный. 118 юаней. Что-то вроде шведского стола. Куда же без кафешек. Крейская кафешка. Цены, кстати, нормальные здесь. Тоже недорого. Такие байки здесь. Здесь такое место для детей фотографироваться. Мотоциклы, мопеды. Мира! Е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е. с бутылок все сделали это уже место для фотографий и магазинчики параллельно идут свитчата, стейкеры еще такие автоматики Nintendo Switch по QR-коду сканируйте заходите, играйте в любимые олдскульные игры прикольная штука там такой диванчик стоит заходите, играйте здесь то же самое, только здесь поют автоматы здесь анимешные платья продаются косплей такой жук здесь прикольный стоит для фотографий тоже очки здесь, ценник тоже недорого 168 юаней по китайским меркам это очень дешево мы спускаемся еще ниже тут по 89 юаней, самовар мороженое 15 юаней ну здесь выбор такой хороший еще один компьютерный зал надежда в основном женская вся что-то мужского вообще ничего не вижу даже кошек продают вот такой прям как толстопуза из типа Дейла толстый с цепью золотой ну реально похож на толстопуза цвет такой же это я так полагаю караоке тут еще один выход метро еще один выход на улицу а здесь уже какая-то веселуха начинается музыка орет это улица кофе здесь кофейный автомат везде стоят я сначала подумал, что здесь алкогольная улица какая-то а это все вот улица целая кофе пьют такие барчики кофе с Беллисом вся всякая фигня 18 юаня 25 еще одна такая улочка здесь соки уже блин, я думал сначала это настоящие люди это восковые фигуры тоже место для фотографии размеры, конечно, поражают этой улицы подземной мы столько обходили уже еще даже до трамвая не дошли а вот рельсы я сразу их не заметил где-то здесь остановка должна быть прям по торговому центру он где-то катается здесь вот тут трамвайчик наконец-то мы его нашли вот, наконец-то мы нашли его этот трамвай интересно, как к нему садиться здесь да, в Китае такое вижу впервые конечно, торговый центр прикольный интересно здесь еще такая интересная инсталляция с каких-то годов с китайских кинематограф все такое под старину здесь музыка играет отсюда паркмахерская здесь интересно, в таком же стиле стригуют здесь или нет стиль 80-х здесь уже мужская одежда пошла до этого только женская была причем выглядят так все не стыдно вещи но видно, что нормального качества это максимально странно выглядит это фотостудия или что на камеру пыток похоже паркмахерская старый аттракцион стрелять по шарам такая прикольная кафешка тут по кругу все ездит ты платишь просто фиксированную цену 79 юаней за человека и сидишь, кушаешь еда здесь, конечно, немного странная что-то типа самовара улица еды мотик прикольный в кафешке причем такие все шашлычки в основном всякие шашлычки, самовар вот и все кафешки ну прикольное все равно мороженое японское кубиками продается такое 18 юаней одна штука утка по-пекински 13 юаней одна штука то есть упаковка вот такая такой получается зал и тут куча кафешек утку попробовал что-то она острая была по-пекински расстроила меня а так все классно выбора много от утки я такого не ожидал, конечно много японской кухни цены недорогие 30 юани обычные такая кафешка тоже тоже в районе 30 юани все тут еще такая улица автоматов 12 юани 30 чашлыков с курицей ну размер чашлыков, конечно вот такой будет крошечный еще один магазин очков здесь чуть подороже уже 198 юани, но один фиг это очень дешево кошмар да не перестаю удивляться 25 юаней такие портреты рисуют халло ну все, я думаю, мы закончили напишите, что вы думаете об этой улице нам понравилось думаю, сюда мы вернемся еще не раз сколько магазинов магазинов в основном ориентировано все на женскую публику ну интересно так походить здесь кафешек много в магазинчиках даже вот с ребенком интересно здесь было ей спасибо всем за просмотр всем пока спасибо спасибо спасибо